Меня зовут Настя, я с командой Дианы, и я хотела бы рассказать за двух актеров, которые снимались на канале, и которые сейчас пиарятся за счет канала, обсирая всех, и обсирая в том числе Юнону и Анатолия. Хочу рассказать, как они себя ввели, когда были тут, и за что их выгнали. Жили мы в нормальных, и живем в нормальных условиях на квартире. У нас квартира вроде большая, но у нас один душ и один туалет, короче. И так получилось, что туалет и душ, они оказались в комнате, где жила Вика и Эрнест. И когда я хотела идти в душ, меня не пускали в душ, говорили, что нет, по графику. Мне устраивали просто скандалы, у нас были скандалы на квартире, Вика и Эрнест орали. Дальше Вика жаловалась Юноне и говорила, что она меня и Тимура, Сашу, она зарежет нас, что вот она задолбалась это терпеть, что она не может жить в таких условиях, что переселите ее. На квартире у нас были траблы с Викой, и с Викой, и с Эрнестом. Я жила с ней в комнате, она также там, в общем, она бухала очень часто в комнате. Вот, она мне предлагала пойти, скажем так, к барыгам купить грибы. Грибы, думаю, ну, вы продвинутые знаете, что это такое, это тяжелый наркотик. Она, ну, вообще сумасшедшая, реально сумасшедшая. На съемках, да, и правда, ну, бывали такие моменты, когда все ссорятся. Ну, думаю, вы должны понимать, что это эмоции. Это у каждого человека есть, ну, особенно, ну, тяжело Юноне. Ну, когда она снимает 30 человек, и вот, ну, человек, ну, можно сказать пару раз фразу, еще и стоит, и стоит, кривит свое лицо. Всем все платят, никому не задерживают зарплаты, у всех все нормально. Вот, ну, почему-то только им, видите ли, 9 месяцев не платили. Хотя, это неправда, потому что каждый актер раз в неделю получает стабильно зарплату, и не было задержек и всего такого. И была такая ситуация. Вика Стелла, она была в отношениях, вот, Заком, Яриком. Она сошла с ума, она била Ярика, она его била постоянно, она его щемила, прям, в смысле, щемила. И получается так, что меня это задолбало, и мы сидели на балконе, так как была хорошая погода. И вот Вика кидалась на Ярика, и я сказала Вике, типа, нет, все, я не пущу тебя к Ярику, за что я получила по лицу. Скажу правду, типа, я ей дала ответку, я ее заломала, ну, короче, щела за волосы, типа, положила и говорю, ты с нами так обращаться не будешь. Дальше из-за нее вызывали полицию. К нам, ну, слава богу, все обошлось, потому что мы нормальные люди. Не считая, вот, Вики и Эрнеста, это было. А по поводу Эрнеста, тот, который тоже сейчас рассказывает, что ему ничего не платили, или что он, ну, бедный, несчастный, жил в плохих условиях. Первое наше знакомство, когда он только пришел на съемки, первое наше знакомство произошло так, я прикажу на третий этаж, ниже, новый мальчик, я подошла познакомиться, и он такой, типа, привет, я Эрнест, я после экстези, у меня, типа, отхода. Короче, я стояла офигенция, мне было как-то некомфортно, но думаю, неважно. Поэтому то, что там говорит Вика и Эрнест, что они не употребляют, это неправда, потому что были проблемы, как с Эрнестом его выгнали, но его пожалели. С Викой тоже были проблемы, она также, вот, когда мы только приехали, курила траву. И то, что они рассказывают, что они там белые пушистые, на самом деле, и все глимое вранье. Ну, в общем, вот так вот, вот вам правда про этих актеров, и почему их выгнали. Они, как они говорят, они ушли.